И это, естественно, очень сильно тормозит поездку. Короче, надо собраться, но пока Норвегия это чисто посло всего лишь на 500 с копейками километров, что просто смешно. В лучшие годы, когда я был молодым, я мог проехать за 8 дней, не знаю, Новую Зеландию. Здесь я передвигаюсь, ну реально, как черепаха. И тому есть, на самом деле, два объяснения. Первое, это дороги. Дороги здесь горные, по ним достаточно сложно ехать быстро. Нет, можно прийти по ним быстро, но это очень дорого, так как здесь, в Норвегии, просто абсолютно дурные штрафы. И вторая причина, это красота. Осло всего лишь на 500 с копейками километров, что просто смешно. В лучшие годы, когда я был молодым, я мог проехать за 8 дней, не знаю, Новую Зеландию. Здесь я передвигаюсь, ну реально, как черепаха. И тому есть, на самом деле, два объяснения. Первое, это дороги. Дороги здесь горные, по ним достаточно сложно ехать. По их стороне можно прийти по ним быстро, но это очень дорого, так как здесь, в Норвегии, и просто абсолютно дурные штрафы. И вторая причина, это красота этой стороны. Я реально останавливаюсь каждые 15-20 минут, у меня случаются какие-то помутнения в рассудке. В общем, я с каким-то образом выхожу, смотрю на всю эту красоту, и это, естественно, очень сильно тормозит за поездку. Короче, надо собраться, но пока Норвегия, это чисто полный улет. В общем, хватит романтики, едем дальше. Во время передвижения по Норвегии нужно быть готовым к тому, что достаточное количество времени ты будешь тратить на ожидание порог. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА